МОНЕТА ВО РТУ РЫБЫ Один из эпизодов, рассказанных только Матфеем, имеет признаки чуда, однако часто не включается в число чудес Иисуса ввиду того, что описания самого чуда в Евангелии отсутствует. Эпизод относится к последнему зафиксированному в Евангелиях посещению Иисуса Капернаума. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахм и сказали, «Учитель ваш не даст ли Дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». И Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Рассказ не имеет продолжения. Следовательно, мы не знаем, выполнил ли Петр то, что повелел ему Иисус, и нашел ли статир во рту выловленной рыбы. Однако подразумевается, что это произошло, иначе евангелист не стал бы упоминать о диалоге Иисуса с Петром. Мы не знаем, с какой интонацией Иисус произносил то, что он сказал Петру. Но трудно не заметить здесь тонкое чувство юмора, присущее Иисусу. «Монета во рту рыбы» — это скорее похоже на добрую шутку учителя, чем на те величественные чудеса, которые мы уже рассмотрели. По своей тональности этот эпизод контрастирует с исцелениями от тяжких болезней, изгнанием бесов и задержимых усмирением стихии. В Израиле той эпохи имели хождение преимущественно греческие и римские монеты. Дидрахмой называлась серебряная монета достоинством в две драхмы. Две такие монеты были равны тетрадрахме или статиру. Согласно закону Моисееву, каждый израильтянин должен был платить выкуп за душу свою Господу в размере половины сикля. Эти деньги шли на устройство и содержание скинии. Сикль, шекель, был равен четырем оттическим драхмам. Соответственно, дидрахма составляла эквивалент половины сикля, и во времена Иисуса каждый израильтянин должен был уплатить одну дидрахму на содержание храма. В рассказах об изгнании торгующих из храма упоминаются миновщики, чьи столы стояли внутри храмового пространства. Основным занятием этих людей был обмен разного рода валюты на тирские шекели. Именно в таких монетах, которые чеканились в финикийском городе Тире между 126 годом до Рождества Христова и 19 годом по Рождеству Христова, чаще всего вносили подать на храм. Несмотря на то, что Иисус был противником торговли и обмена денег в храме, Он не выступал против самого обычая платить храмовый сбор. Он не отказывался платить налоги, ни те, которых требовала римская власть, ни те, которые предписывались иудейскими законами и обычаями. Первое подтверждается Его ответом на вопрос иудеев о том, позволительно ли давать подать кесарю. Второе – рассматриваемым эпизодом. У Иисуса не было дидрахмы, чтобы заплатить за себя и Петра. Его нестяжательность была абсолютной. Но когда понадобилась монета, он нашел быстрый способ ее раздобыть. Этим случаем он пользуется, чтобы укрепить вере ближайшего ученика. Петр, который был рыбаком, в самом начале своего ученичества стал свидетелем одного чуда, связанного с рыбами. Теперь на его глазах должно произойти еще одно чудо. Никогда еще он не вылавливал из моря рыбу, во рту у которой находилась бы серебряная монета. Комментаторами предполагались различные толкования этого события. Один из искателей исторического Иисуса в первой половине XIX века Вентурини полагал, что Иисус повелел Петру поймать рыбу, но аккуратно вынуть удочку из ее рта. В таком случае рыбу можно было продать за статир. Другой толкователь, рационалист Паулюс, считал, что Петру предлагалось ловить рыбу до тех пор, пока он не поймает такую, какую можно продать за статир. Как только он откроет у нее рот, то есть освободит ее от крючка, он сможет ее продать и получить необходимые деньги. Все подобные интерпретации основываются на желании истолковать событие как явление естественного порядка, выданное за чудо по недоразумению или по злому умыслу. Древние толкователи подчеркивали во всей этой истории прежде всего ее необычный, сверхъестественный характер. Иоанн Златоуст видит в ней продолжение других чудес Иисуса, показывающих его власть над природой. Для чего не велит он заплатить из хранившихся у них денег? Для того, чтобы и в этом случае показать, что он есть Бог над всем, и что море в его власти. Эту власть он показал и тогда уже, когда запретил морю и тому же самому Петру позволил ходить по волнам. Эту же самую власть и теперь показывает, хотя и другим образом, но также приводит великое изумление. В самом деле, немало значило сказать о бездне, что первая же рыба попадется с требуемой пошлиной, и что повеление его, подобно закинувшему сеть в бездну, поймает рыбу со статиром. Но дело власти прямо божественной и неизреченной повелить морю, чтобы оно принесло дар, и показать, как во всем оно ему покорно. И тогда, когда, взволновавшись, вдруг утихло. И теперь также, когда платят за него требующим подати. Слова Иисуса о царских сынах, которые свободны от податей, златоуст трактует применительно к Иисусу как сыну Божию, понимая их так. «Я свободен от платежа пошлины. Если цари земные не берут подати с сыновей своих, но с чужих, то тем более я должен быть свободен от требования их, царь и сын царя, не земного, а небесного. Тем не менее, он не отказывается заплатить налог». По словам толкователя, о своей свободе от налога он говорит ученикам, чтобы те не соблазнились, а платит налог, чтобы не соблазнились сборщики Дидрахам. Весь этот эпизод следует понимать в общем контексте взаимоотношений между Иисусом и религиозными установлениями Древнего Израиля. В течение всей жизни он выполняет эти установления, начиная с обрезания в младенчестве, кончая регулярным паломничеством в Иерусалим на Пасху и посещением синагоги по субботам. В Евангелии от Матфея он подчеркивает свою лояльность закону Моисееву, который он пришел не нарушить, но исполнить. Храм Иерусалимский дорог для него. С самого детства он воспринимает его как то, что принадлежит его отцу. И изгнание из храма продавцов именял, обусловлено с недавшей его ревностью по Дому Божию. В то же время он настаивал на вторичности тех внешних предписаний, установлений и правил, которые назывались преданиями старцев. Религия, которой он проповедовал, была не связана ни с храмом, ни с храмовым культом. Он предсказывал, что храм скоро будет разрушен, и на его месте не останется камня на камне. Самарянке он говорил, поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине, ибо таких поклонников отец ищет себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. В этих словах выражен весь антиномизм отношения Иисуса к религии древнего Израиля. Сравнивая ее с культом самарян, он отдает ей предпочтение. Более того, он говорит о том, что из этой религии проистекает спасение. Но настанет время, когда это спасение уже не будет привязано ни к конкретному месту, ни к иудейскому религиозному культу. Пришествие в мир Сына Божия означает наступление новой эры во взаимоотношениях между Богом и человеком. Бог ищет в себе не рабов, которые расплачиваются с ним деньгами, а сынов, поклоняющихся ему в духе и истине. На место религии закона, предписаний и правил приходит религия духа и истины, делающая людей сынами и дочерьми небесного царя. Субтитры создавал DimaTorzok